Сегодня 23 августа, в 1740 году родился Иван IV Антонович. Иван Антонович по-другому. Он родился в Санкт-Петербурге, сын Анны Леопольевны, племянница русской императрицы Анны Яновны, и герцога Антона Ульриха Брауншвейгского, является правнуком Ивана V. Сначала в источниках Иван упоминался, как Иоанн III, отсчет идет от первого русского царя Ивана Грозного, а в последней историографии установился традицией именовать его Иваном VI, считая его от Ивана I Калиты. Так более правильно, так скажем, потому что Иванов было много, и вот как бы лучше не путать. Вот бездетная императрица Анна Яновна перед смертью долго не могла решить, кому оставить российский престол. Иван родился уже в самом конце ее царствования, она хотела оставить трон за потомками своего отца, Ивана V, и боялась, очень боялась, что он может перейти к потомкам Петра I. Поэтому в завещании указалось, что наследниками является малолетний Иван Антонович. В случае его смерти другие дети Анны Леопольевны в порядке и в совершенстве, в случае их рождения. Ну вот после смерти императрицы двухмесячный Иван Антонович был провозглашен всероссийским императором при регенции Герцко-Курлянского Бирона. Вот так вот, двухмесячный император. Но уже через две недели после воцарения младенца в стране произошел государственный переворот, в результате которого гвардейцы, возглавляемые фельдмаршалом Минихом, арестовали Бирона и отстранили его от власти. В ноябре 1740 года новым регентом малолетнего императора стала его мама Анна Леопольдовна. В политическом отношении она не играла никакой роли, к тому же неспособной управлять страной и живущей в иллюзиях, Анна вскоре передала всю власть Миниху. А после властью владел Остерман, отправивший фельдмаршала в отставку. Ну и это правительство просуществовало недолго. Уже через год, 25 ноября, то есть 6 декабря по новому стилю, в 1741 году, в результате государственного переворота на российский престол зашла Елизавета Петровна. Остерман, император его родителей и все их окружения были арестованы. Царствование Ивана VI кончилось прежде, чем он начал осознавать себя. Формально он царствовал первый год своей жизни. Это вот 1740 года полушка. Полушка это 1 четвертой копейки. А вот последний, значит, это деньга. Деньга 1741 года. Были также и серебряные монеты, но с таким остервенением старались убрать из памяти. Это ивановое царствование, что все, что можно было уничтожить, уничтожили. А вот это, поскольку тираж был очень большой, монеты сохранились все-таки. Вот три монетки об этом царствовании. Сначала Елизавета хотела выслать Бурношвейскую семью из России, но испугавшись, что за границей они будут опасны, передумала и отправила их в ссылку. К тому же, по указу новой императрицы, все монеты с именем Ивана VI были изъяты из обращения для последующей переплавки. Ценные деловые бумаги подлежали замене на новые, а все его портреты уничтожению. Место заключения бывшего императора постоянно менялось и содержалось в глубокой тайне. Сначала Бурношвейскую семью перевезли в предместе Риги, Динамюнде, а затем подальше от границы, на север стороны, в холмогоры. Хотя он находился в том же доме, что и родители, но жил за глухой стеной. Четырехлетний мальчик был изолирован от родителей и отдан под надзор майора Миллера. Долгие северные походы сильно отразились на здоровье Анны Леопольдовны, и в 1746 году она умерла. Но распространив слухи о месте нахождения Ивана, заставили Елизавету вновь перевезти его. В 1756 году его заключили в одиночную камеру с листьев Бургской крепости, где он официально именавшись как известный арестант, содержался в полной изоляции от людей. Ему не разрешалось видеть даже крепостных служителей. Но документы свидетельствуют, что узник знал о своем царском происхождении, умел читать и писать. В 1759 году у него обнаружились признаки нарушения психики. Однако тюремщики сочли это симуляцией. С вошедствием на престол в 1762 году Петра III положение Ивана Антоновича не улучшилось. Более того, было дано указание убить его при попытке освобождения. Затем Екатерина II также подтвердила эту инструкцию. И к тому же ужесточила режим содержания известного арестанта. И для Елизаветы, и для сменивших ее Петра III и Екатерины II он продолжал оставаться в постоянной угрозе. Хотя Иван VI стал к тому времени уже практически легендой, но его все-таки не забыли. За время заточения предпринималось несколько попыток освободить свергнутого императора и вновь возвести на престол. Вот последняя попытка обернулась для него гибелью, соответственно, с инструкцией. Вот 16 июля 1764 года Иван VI Антонович в 23-летнем возрасте был убит охраной при попытке мятежника его освободить. Тогда офицер Мирович, несший корольную службу в Шлиссербургской крепости, склонил на свою сторону часть гарнизона, чтобы освободить Ивана и поразгласить императором вместо Екатерины II. Но при узнике, согласно инструкции, безотлучно находились два сторожа, которые закололи его. Мирович был арисован и казнен в Петербурге, как государственный преступник. А Иван Антонович похоронен, как считается, в Шлиссербургской крепости, но на самом деле он единственный из российских императоров, чье место захоронения на сегодняшнее время точно неизвестно. Вот такой вот император от рождения. Ну что ж, вот такая тема.